Всем привет из Монтаны! Мы едем в небольшое путешествие, решили съездить в парк природный заповедник Yellowstone, который от нас посетит далеко, часов 7 лет стоит. Ехать, да, вы еще смогу, куда-то ехать осталось, еще 5,5 часов. Так что видео вы тоже увидите, когда мы вернемся. Пока едем, вы можете полюбоваться красотой природы. Вот такая вот дорога почти. Всю дорогу туда. Ничего кроме коров, небольшие городки. Здесь вот какие-то холмы появились, а в Вайомике там вообще поля от горизонта до горизонта. Ну что, часть, через которую мы проезжали? Через уголов. Ладно. В общем, в это видео мы хотели рассказать об истории нашего знакомства. Это уже давно обещали рассказать, задавали вопросы там в комментариях. В общем, решили сейчас рассказать. Я как-то упомянула, что мы познакомились благодаря интернету, но это не совсем так. Нужно вот сейчас рассказывать, пояснить. То есть мы не познакомились через интернет. Но все равно благодаря интернету. Благодаря интернету, но не через интернет. Так, в общем, познакомились мы еще в Белоруссии. Мы в США приехали вместе. Мы уже были на тот момент почти два года женаты, когда мы переехали в США. Так, как мы познакомились? Это был какой-то был год. 2001-й, кажется. Уже было давно. Ну, когда ты ездила? В 2002-м. Да, это было, значит, 2001-м. Так что это уже было очень давно. Но на тот момент я почему-то решила знакомиться с парнями по интернету. Даже с несколькими общалась и ходила два раза на свидания, но после первых свиданий мне больше видеть их не хотелось. Так что... Привет парням, которые слушают. Может быть. Ага. Вот. А потом, по-моему, это вот я сейчас не знаю, Димыч, если смотришь, скажи, я не помню уже, это мы через Аську познакомились, ICQ или как? В общем, познакомились мы с парнем, которого звали Дима. Мы месяца два просто переписывались, и потом, в конце концов, он предложил мне созвониться. И вот созвонились, и вот говорит, давай встретимся. Я на тот момент в университете училась, шла в общежитие. Встретиться было как-то стремно, страшно с нас знакомым. Ну, он такой говорит, давай поедем на пикник, и я с собой возьму друга, и у друга еще будет девушка. Чтобы как бы страшно не было, вот так вот в компании первый раз познакомимся. Ну, я согласилась. В общем, и потом вот этим вот другом оказался Андрей. Ну, с Димой мы повстречались недолго, там около месяца что-то. Я в то время была в Минске, ну, это столица Беларуси, на практике, после третьего курса. И когда практика закончилась, в конце июня, уехала в свой город, в Могилев, который это 200 километров. Сейчас я тебя перебью. Вот здесь расширение в дороге. Здесь грузовики одевают цепи зимой, когда вот эта дорога обледеневает. Там написано, чей на апреле. А, как это красивая, красивая. А, и смотри, какая известная дорога. Так, ладно, тихо, не перебивай, это видео длинное получится. Вот, и потом, в конце июня, я уехала домой, после того, как практика моя закончилась в университете, и назад вернулась уже только в сентябре. И здесь с Димом уже как бы летом еще расстались. И вот в сентябре я заселилась, до того, как заселиться в общежитие, я поселилась у своих родственников в Митске. Я у них там дня три пожила. И вот от них как раз шла на остановку троллейбуса, чтобы ехать в общежитие оформляться, заселяться от университета. Иду на остановку. И это как бы дорога, когда остановка проходила мимо того места, где Андрей тогда работал. Вот иду и смотрю, стоит машина Жигули. Открыт капот, и торчит две задницы из-под капота. Они вдвоем там ковыряют что-то под капотом. Ну, в общем, говорю, привет, привет. И они мне предложили прокатиться, проверить, как машина вообще работает или нет. Поехали, прокатились. Потом я пошла в общежитие, заселилась. Я даже не помню, как, в общем, потом я их послала надеть студента, который был в октябре. Ты тогда же вас и послала. Да, вам тогда же и послала, говорю, приходите в общагу надеть студента. Вот, и потом надеть студента. Я не знаю, почему ты не пришел сразу. Моя подруга Таня была, но ей потом раньше пришлось идти. Дивыч пришел, вино принес. Я работал. А, ты работал. А, ты работал, да. Андрей потом приехал после работы на своей еще служебной машине. Вот, посидели и, помню, еще начали издеваться над нашими общаговскими ножами, что они тупые. Было уже, по-моему, 10-й час вечера, а Дивыч жил за городом. Где-то час езды нужно было ехать на машине. Вот. И начали издеваться. Я говорю, ну, нам же точить негде. А он такой говорит, поехали ко мне в гараж точить. Я говорю, ну, поехали. В 10 вечера почти. В общем, пока мы туда приехали, пока наши поточили, уже было точно, наверное, после 10-ти, ближе к 11-ти. Андрею еще нужно было гнать служебную машину, выйти, ставить ее в гараж на стоянку. Ну, в общем, он меня повез на служебной машине. Мы поехали к нему в гараж эту машину быть. А потом... Что-то я этого не помню. Когда мы были с тобой машины, то ты, в смысле, ты был, а я в ней сидел. А потом, после этого, он меня вызвался проводить до общаги. Да, еще такой момент, общага в 12 закрывалась. То есть, если ты до 12-ти не успел, то все, на чем не хочешь. Вот. И он меня вызвал сопроводить. Подожди. И нас подвезли. Да. А потом там был какой-то дус, сотрудник его с ним работал на своей личной машине и предложил подвезти. И вот он меня подвозит к общаге. Я смотрю на часы ровно без пяти двенадцать. И тут Андрей такой предлагает. Мы поехали ко мне. Я у него спрашиваю, а кто у тебя вообще дома? Он говорит, ну, мама, папа, тетя, сестра, собака. Это 12 ночи. Он меня первый раз зовет к себе домой. Я его родителей глаза не видела и не знала еще до тех пор. Подожди, как это? Он один студент, а я разве не в общаге остался? Нет. Это не это. Мы сначала поехали к тебе, а потом в следующем утро мы поехали ко мне в общагу. В общем, я говорю, а поехали. В общем, этот его друг на машине, который повез нас к нему домой в 12 ночи. Так и состоялось мое знакомство с его родителями. А в час ночи мы такие прибываем, звоним в дверь. В общем, не знаю. Сейчас бы я, конечно, такого не сделала. А тогда что-то в голову так стукнуло. Ааа, давай. И вообще как-то у нас все важные решения по жизни спонтанно принимаются. И потом оказывается, что у нас так и должно быть, что это хорошо. Ты что-нибудь еще помнишь, что я там упустила? Я помню. Ты помнишь? Ну, дальше. Помню, бежишь ты такая к машине. Это первое мое впечатление. Когда мы тебя с Димычем подбирали, чтобы на шашлыки поехать. И я типа был с девчонкой. Заметил тебя издалека. Оля говорит, что быстрым шагом шла. А для меня так бежала. Волосы развивались. Рызцой. Волосы развивались. Красная кофточка на ветру. У меня красная водолазка была под синей курткой. Где вы там красная кофточка на ветру ездили? Не знаю. Ладно. В общем, вот так вот как бы все и завязалось. Да, потом... На следующее утро, по-моему, с Димычем в 6 утра куда-то должны были ехать. Так как мы поздно приехали и потом не спали, разговаривали, наверное, что-то не всю ночь. Андрей так в 6 утра позвонил Димычу, сказал, что никуда не ехать, не едет и все. А потом на следующий день поехали ко нам в общагу. Потому что еще до этого, когда мы здесь где-то праздновали, заметил, что у нас там форточка не скрывается. Она, наверное, действительно вообще не скрывалась. То есть там такая щель была сантиметров 5. А это уже октябрь месяц, то есть довольно холодно, снег скоро. Вот, нам форточку ремонтировали, девчонки, да, в луку. Ой, первый день форточку ремонтировать. Вот, а потом начали мы встречаться. И это вот как в октябрь уже, а в мае месяце следующего года, то есть несколько полгода, чуть больше полгода прошло, я уехала в Америку по студенческой программе. И с мая и до конца сентября. И назад я вернулась только 21 сентября. То есть тоже, почитаю, на 5 месяцев, или даже больше, сколько там по месяцам, не знаю. Проводили на автобус, это Германия. Да, потом на самолете из Германии летел. Самое интересное, как мне поступило предложение выйти замуж. Нет, ты же скажешь, что мы по интернету общались. Ну да, общались по интернету. У меня компьютера дома не было. Ну, во-первых, познакомились благодаря интернету, потому что с Димычем я познакомилась по интернету, и потом уже при встрече с ним. То есть, если бы не интернет, то, скорее всего, мы с Андреем вообще в этой жизни не пересеклись. У меня прошло и месяц с момента, как я уехала, а Андреем мне такой пишет, давай пожинимся или что-то так. Я уж не помню, в каких словах. Но я такая сижу, читаю и думаю, это вообще хорошо или плохо по интернету тебе, когда предложение делают. В общем, я по интернету уже и согласилась. В интернету за то время, за 4 или 5 месяцев, пока мне не было. Мы обсудили все детали нашей будущей совместной жизни, нашей свадьбы. Все полностью обсудили, как мы что будем организовывать. И 21 сентября, когда я вернулась домой, меня в аэропорту встретила, ну, в смысле, не в аэропорту, я летела во Франкленте, потом на автобусе ехала из Германии. То есть, меня на вокзале встретил Андрей и мои родители. И поехали из Минска в Могилев, это вот 200 километров. Ну, ко мне домой. И я поехал? Ну да, и ты поехал. Да, ты с моими родителями познакомился еще в ноябре, до того, как я уехала на моем дне рождения. То есть, мы меня встретили и поехали ко мне домой. И самое интересное было, приехали домой, сели ужинать, потому что голодные, в 6 или 7 вечера мы как раз доехали. Не, не, подожди, мы же с тобой вдвоем ездили на гольфике, и тогда мы родителям твоим сказали. Какие? На гольфике ездили на чей-то день рождения. Меня забрали с вокзала, считай. С тобой мы сидели. Вот именно, ты на гольфике вез моих родителей ко мне домой. Сели за стол ужинать, и мы говорим, мы женимся. Мама с папой там чуть не упали, конечно. Дочка только вернулась, и уже замуж выходит. Когда успели договориться? Я хорошо помню. А что, тогда мы за столом сидели. Ужинали как раз я не успела. Я только приехала из Америки. Мы доехали до Могилева, сели ужинать. Не, это не на гудне. В зале, там у нас еще фотки есть где. Так это мой день рождения. Это когда ты с моими родителями знакомилась. В зале за столом. Да. Мое день рождения это было. В ноябре я еще до того, как не уехала. Ты что даботаешь? Вот. Так вот. Мы так объявили родителям, что женимся. Это был конец сентября. Потом я поехала в Минск, потому что я же там училась. И мы в Минске подавали заявление. Но там очереди Могилева, наверное, было бы быстрее. В Минске нужно было ждать три месяца. И потом там Рождество, пост. Поэтому самая такая ближайшая дата, которая была открыта, и чтобы не попадала на все эти религиозные праздники, была 11 января. Вот ее мы и взяли. 11 января мы и поженились. Вот. Вот так вот. 25 градусов мороза, хрустящий снег. Да, холодно, снега много было. Мороз. Поколение. Еще пчелки. Да. И вот сколько. Почти уже в этом году будет... Подожди, в этом году уже много лет. В смысле, не в этом, а вот в январе следующего года будет уже 12 лет, как мы женаты. Вот такая вот у нас история нашего знакомства, предложения. И все. Все благодаря интернету. Так что спасибо Господу Богу, что есть интернет. Ну все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok